Здравствуйте, друзья! У нас такой необычный гость, такой эффектный. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Погромче, давайте. Меня зовут Ольга. Хорошо. Вы приехали из Израиля, я знаю. Приехали как давно? Два года назад. А к нам попали когда? В конце ноября. А что же вы делали между попаданием и ноябрем? Я жила на Мидвесте, жила в городе Сент-Луис, в штате Мизури. Как там вообще? Сложно сказать. Мальчики симпатичные есть? Есть. Они есть везде, я думаю. На любителей. Сложно, потому что сам штат такой, что там не сильно любят иностранцев. То есть акцент? Акцент. А там все в церковь ходят или не очень? Да, ходят в церковь. Есть такое? Да, есть. Так а что вы делали там, в штате Мизури? Там был семейный бизнес. У меня там родственники живут, у них семейный бизнес. Я там помогала. А что они делают там? Там был ресторанный бизнес. А я... Какой кухни-ресторан? Бейкери. А-а-а. Слушайте, так там можно, знаете, поправиться можно в таком бизнесе. Ну, да. Накушаешься. Хорошие ли там они штучки делали? Делала я, да. Вы делали? А-а-а. Подождите, ну, а вы, по-моему, дантист какой-то, да, что-то вы... Так вы освоили еще профессию бейкер делать? Да. То есть в Израиле вы закончили какую-то школу дантистскую или как? Нет. В Израиле я закончила школу просто high school и потом служила два года в армии. Да, что? Там я служила, работала как dental assistant. То есть вы освоили dental assistant, вот это вот, будучи в армии? Да. Вас там научили? Да. Там курсы были и после окончания сервиса два года я получила сертификат. У вас была винтовка какая-нибудь? Да, была в начале. Ну и как вы? Справлялись? Справлялась. Так, хорошо. Да, я получила сертификат, но после этого, так как мне это очень понравилось, я решила продолжить и учиться на дантист. Так как в Израиле... Погромче давайте. Так как в Израиле очень тяжело поступить, почти... А, конечно, такая страна все хотят дантистами. Ну, одна школа была в то время, когда я хотела поступить. Одна школа принимала очень мало кандидатов, и я решила уехать на Украину. А вы откуда сами оригинали? С Украины. Откуда? С Хмельецкой. О, там, с Западной Украины. Да. Это уже там почти граница, да? С кем там? С Венгрией? Нет. А с кем там? Это близко к Киеву, на самом деле. Четыре часа езды. А если в другую сторону? Мне казалось, с Хмельницкой там какая-то уже граница должна быть недалеко, нет? Нет. Ну, хорошо. Четыре часа от Киева, город Хмельницкий. Вот. И в Израиле это очень популярно, что люди, которые хотят учиться и на общих врачей, и на стоматологов, и на фарбаципте, уезжают за границу учиться, потому что легче поступить. Если язык знаешь, там все такое. Да. Так вы учились прямо в Хмельницком? Или вы учились? Нет, я училась в Венеции, на самом деле. А в чем, почему не в Хмельницком? Ну, в Хмельницком там нету такого университета, а в Венеции хорошая школа. Да, медицинский университет. Так вы что, это, украинскую мову разговляете? И украинскую разговариваю. То есть можете? И разумею. Окей. Хорошо. А там вам не клеились какие-нибудь там ганны украинцы, украинские хлопцы, поедемо до Израилю? Все бывало. Да. Там казачество организуем. Нет. Хорошо. Так. Вот. После окончания учебы я уехала в Израиль. А в Израиле все дипломы иностранные признаются, как бы. Такая легкая политика. Они признаются, но надо сдать экзамен, чтобы получить сертификат и лицензию работать. В принципе, это не так сложно, как, скажем, в Америке. Да. Вот. И узнала о том, что мой папа заполнил на меня грин-карту, лотерею. А папа где живет? В Израиле. Он заполнил... А что же ему родную дочь заполняет? Он заполнил во всех. А. Решил попробовать. Оказалось, что я выиграла. От Украины? Ну, и по пути Украины шли. Ну, да, потому что родилась на Украине. И решила попробовать. Приехала сюда. Два года назад? Да. А были родственники тоже из Израиля какие-то, да? Или из Украины откуда-нибудь родственники? Они также с Украиной, Израиль. Потом переехали сюда. Ну, вот сейчас уже, два года спустя, оказавшись в Хремниевой долине, у вас нет ощущения, что надо было сразу куда-то в живое место бойкое? Есть ощущение такое, сто процентов. Потому что некоторые люди говорят, что надо ехать в глубинку, где все подешевле, имея в виду, что все равно заработать не можешь, хотя бы езжай туда, где потратить меньше придется. И вот там. А я как раз говорю, что ехать надо туда, где работы много. Я на самом деле хочу сказать, что я по жизни очень жизнерадостный человек. И я там чувствовала очень себя плохо в плане общения, потому что там не было совсем. И люди очень закрытые. Правда? А, к иностранцам. Да. Хорошо. А здесь вы как себя почувствовали? Очень хорошо. На самом деле, когда я приехала в школу, я увидела, что тут есть газеты на русском языке, и услышала русскую речь. Для меня это было... Но телевидение же есть, интернет есть. Есть, но все равно, когда это уже было... Так у вас тусовка появилась какая-то? Ну да. А тусовка у вас там народ откуда? В основном, я знаю, что вот израильтяне и тут свои тусовки есть. Есть, да. Вы куда-то билились там? Ну, была я на таких мероприятиях. А вы на иврите, можете без акцента свободно выйти? Да, без акцента. То есть, никто не поймет, что ли? Нет. Там что-нибудь гортанное. Да. А, ну, окей. Ну, хорошо. Хотел сказать, скажите на иврите портного компьютерского, но потом подумал, что получится по-английски. Ну, в принципе, да. А как сказать, тестирование программного обеспечения как? Можно как-то сказать? Брикот Тухна. Коротенько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...